Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Сергей Немченский, я CEO и основатель учебного центра программирования FoxMinder. В этом выпуске новостей. Релиз Python 3.11 и Chrome 107. Какие основные изменения? Очевидно, нам придется подчиниться, у нас нет выбора. Неужели Apple станут как все? Тем временем в Украине создадут автономные точки доступа Wi-Fi. А теперь обо всем подробнее. Поехали! Вышел Python 3.11. Основные улучшения заключаются в увеличении производительности интерпретатора CPython. Этого удалось достичь за счет оптимизации запуска программы, а также при помощи ускорения вызовов функций. Среди других изменений и улучшений можно отметить следующее. Возможность создания и обработки нескольких несвязанных исключений одновременно. Включены конкретные расположения ошибок в трассировках. Различные улучшения и добавления в аннотациях типов. В частности, новая аннотация self, которая указывает, что метод возвращает объект прямо этого класса. Новый модуль стандартной библиотеки toml.lib для работы с форматом toml. Множество улучшений в модулях стандартной библиотеки. В частности, async.io, datetime, enum, functools, inspect, math и других. Например, в модуль math добавлены такие крайне полезные функции, как exp2, то бишь возведение во вторую степень, и qbrt, то бишь кубический корень. Кроме того, продолжена работа по удалению из стандартной библиотеки устаревших или мало используемых функций и модулей. Обратная совместимость? Ах, зачем надо? Отмечу, что среди них имеются альтернативные реализации, либо же их функционал распределен среди оставшихся модулей. Например, вместо модуля crypt рекомендуется использовать hash.lib, а вместо pipes — subprocess. В целом, в данный релиз вошло более 9500 исправлений и улучшений от множества разработчиков по всему миру. Среди моих зрителей очень много Python-разработчиков, я знаю, поэтому вот вам новиночка с определенными изменениями. И скорость запуска, вы понимаете, это как и для PHP, так и для Python — болезненная тема. В общем-то, как бы, только ленивый там что-то не мяукнул по поводу того, что Python работает медленно. Я, вы знаете, Python не очень люблю, но при этом он работает с той скоростью, с которой надо. Если вам нужно быстрее, просто вам нужен не Python. Все просто. Ну или там, может быть, не Python-овский кусок. А так, в принципе, он работает достаточно быстро и очень быстро на нем можно разрабатывать. То есть он занимается тем, что нужно. Ну, в общем, что там говорить, обновление. Starlink плюс Powerwall. В Украине создадут автономные точки доступа Wi-Fi на случай отключения энергоснабжения. Как рассказал Михаил Федоров, его всегда много у нас в новостях, В интервью ресурсу Forbes сейчас в Украину поступает очередная партия терминалов Starlink в количестве 1570 единиц. Часть из них будет направлена на создание публичных точек доступа Wi-Fi. Чувствую, все они будут по крещатику. Цель проекта состоит в том, чтобы обеспечить украинцев доступом в интернет при отключении энергоснабжения. Для этого, помимо терминалов Starlink, также планируется использовать хранилище энергии Tesla Powerwall. Благодаря этому, такие точки публичной связи смогут работать независимо от энергосети. В настоящее время подготавливается к запуску несколько тестовых точек доступа. Их работу проверили уже на прошлой неделе. Затем их оценят и масштабируют. Запустить точки планируется на протяжении ноября. Их количество и место расположения пока неизвестно. Но я опять-таки вангую, что это будет по центрам городов. Но в любом случае полезная история. В любом случае спасибо Илону Маску за это. И, в общем-то, 21 веку за то, что такое возможно. Ну и самое главное, конечно, мы понимаем, что интернет на сегодняшний момент это прямо одна из базовых потребностей человека, близкая к еде, воде и уровню зарядки телефона. Apple подтвердила переход iPhone на USB-C в 2023 году. А мы вас предупреждали. Применяющийся сейчас порт-лайтинг заменят, чтобы соблюсти требования Евросоюза. Цитата. «Очевидно, нам придется подчиниться. У нас нет выбора», заявил директор по маркетингу американской компании Грег Джосвек. Он отказался уточнить, когда Apple приступит к производству iPhone с разъемом USB-C. «Сроки для европейских клиентов диктуют европейцы», отметил Джосвек. Но напомнил, что принятый в ЕС закон предписывает, что все мобильные телефоны и планшеты использовали зарядку USB-C начиная с осени 2024 года. Там, кстати, была и другая электроника, включая камеры, всякие зубные щетки и прочее такое. Но все, что можно подключить. По данным Bloomberg, компания планирует перевести iPhone на USB-C в 2023 году, то бишь следующем. Главный маркетолог Apple добавил, что использование беспроводных зарядных устройств в основном решает проблему стандартизации разъемов. В смысле, вам вообще никакой разъем не нужен. А переход iPhone с Lightning на USB-C приведет к росту отходов. По мнению The Verge, это может быть намеком на то, что компания рассматривает возможность обойти без установки USB-C на iPhone и полагаться исключительно на беспроводную зарядку, что теоретически законами ЕС допускается. А я скажу, что вообще, ребят, свиньи, откровенно. Серьезно? Увеличение расходов? Да? Сирия? Как они сказали? Увеличение отходов. Серьезно? Учитывая, что все производители электроники вынуждены делать по две копии разных зарядников для нормальных телефонов и для айфонов, проводов выпускать и туда, и сюда, и вот это все. Да, конечно, когда они перейдут все на единый стандарт, безусловно, их станет больше отходов. Нет! Наоборот. Понятно, что все тут вертится исключительно вокруг денежных отчислений, которые получает Apple от того, что лицензирует там какие-то устройства на то, что они совместимы с этим лайтингом. В принципе, если вы видите, что у какой-то компании что-то очень нестандартное, вопрос, как обычно, в деньгах. Поэтому я за стандартизацию, вы знаете, и нехрен, собственно говоря, тут громоздить огород. Придумали USB-C, в данный момент он практически идеальный, практически везде используется и так далее. Apple, кстати, по этому поводу тоже такие. Ну, раньше все говорили, что стандарт microUSB и шо? Все от него отказались, теперь Type-C. Мы вот-вот перейдем, а вы опять все передумаете. Блин, ну это Apple. У нас в FoxMinded есть все для того, чтобы вы стали стронг C-Sharp Junior. Первая ступень – базовый курс полного нуля C-Sharp Start. Курс состоит из видеолекций и заданий без проверки. Следующий уровень – менторинг. На нем вы будете решать практические задачи. Личный ментор, практикующий разработчик уровня middle или выше, будет направлять вас. Чтобы выгодно отличаться на фоне неопытных джунов, у нас есть курс обучения на проекте. Это возможность получить первый коммерческий опыт на настоящем проекте с техзаданием, тимлидом, проект-менеджером и прочим. Стартуйте уже свою карьеру и регистрируйтесь по ссылкам под видео. Versal анонсировала NextGS 13 и приобретение Split B. Звучит, кстати, прекрасно. Разделенная пчела. Да, релиз NextGS 13 включает в себя множество новых функций, таких как обновленная маршрутизация, новый способ получения данных React Suspense, шрифты Versal, генерация изображений, макеты и очень многое другое. Эти новые функции могут действительно стать геймченджерами и обещают быть невероятно быстрыми. Вау, быстрый JavaScript. Да. Кроме того, команда Versal объявила о приобретении аналитической платформы Split B. При этом данные собираются собственным веб-сайтом пользователя, а не Google Analytics или другим поставщиком, собственно говоря, аналитики. В принципе, тренд в ту сторону, чтобы сайты сами собирали информацию, а не использовали всякие Google Analytics, Facebook Pixel и прочее, движется прям массированно. Массированно, потому что многие браузеры стали встраивать защиту от следящих кук, от всякой другой истории. Почему? Ну, потому что СМИ раскрутили паранойю у пользователей, и, господи, за вами следят. Ну, и сайты вынуждены, собственно говоря, каким-то образом перестраиваться. Я вам обещал, что рыночек как-то выкрутится. Рыночек выкрутится. Аналитика будет встроена в самом сайте и будет передаваться в тот же самый Google Analytics или будет переноваться в тот же самый Facebook, но просто через бэкэнд, и который отследить будет никак невозможно. Потому что эта информация критически важна для бизнеса. Я вам об этом неоднократно рассказывал. Потому что крутить рекламу на непрофильных, не интересующихся вашим продуктом или услугой пользователей, ну, бессмысленно. Это просто выкинутые миллионы денег. А таргетироваться надо. Ну, и, соответственно, все заинтересованы в том, чтобы знать больше о вас. Поэтому знать больше о вас будут. Если вы хотите, чтобы о вас никто ничего не знал, не пользуйтесь интернетом и не живите в 21 веке. Обратно к Сахе и вот это все. Кьюбкон 2022. Logs.io запускает Kubernetes 360, а GitLab анонсирует обновление безопасности. На прошедшей Витатройте конференции презентовали несколько новых продуктов и инфраструктурных апдейтов. Например, команда единой SaaS платформы Logs.io анонсировала Kubernetes 360. Этот выпуск предназначен для унификации ведения журнала с открытым исходным кодом, метрик и трассировки на одной платформе. Последнее специально создано для приложений, развернутых в средах Kubernetes. Как вы понимаете, безумно популярно. Порадовала обновлениями и команда GitLab. Она объявила об усовершенствовании своего решения по безопасности и управлению. Среди улучшений возможность принимать отчеты о спецификациях программного обеспечения и создавать подписи артефактов. Кроме того, пользователям теперь будет легче находить уязвимости и соблюдать нормативные стандарты. Стандартизация наша все. GitLab молодцы. И централизованные хранилища для кубернетических проектов тоже очень прикольная история. Все идет в правильную сторону. Все идет как лучше в этом лучшем из миров. В новом стабильном релизе Jetpack Compose добавили несколько новых функций. Одним из новых дополнений в этом выпуске является включение спецификации BOM, который обеспечивает разработчикам отслеживание релизов Compose. Этот выпуск также повлияет на закулисную работу модифайера. Разработчики не смогут заметить изменения в своих API. Однако, это изменение заложит основу для повышения производительности модификатора. Кроме того, добавили новый тип макета Look Ahead Layout, который предоставляет информацию об окончательном измерении и размещении дочерних элементов. Это позволяет разработчикам принимать более обоснованные решения о промежуточных макетах. Я, честно говоря, с ним вообще не работал, поэтому говорят они немножко на китайском для меня, но я думаю, если вы работали, то вы понимаете, о чем разговор. Мы вам сообщили. Вышел Chrome 107. Одновременно стал доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium. Ветка Extended Stable будет поддерживаться 8 недель. Оу, какие сроки. Основные изменения в Chrome 107 включают Прекращение поддержки платформы Android 6.0. Ну, как бы пора уже, наверное. Новое оформление интерфейса для отслеживания состояния загрузок. Индикатор добавили в панель с адресной строкой. Возможность импорта параллелей, сохраненных в файле в формате SCV. Параллели из файла в браузер можно перенести через встроенный в браузер менеджер параллелей. Google Password Manager. Новый интерфейс выбора мультимедийных файлов на Android для загрузки фотографий и видео. Добавление свойства Render Blocking Status в API. Performance для определения ресурсов, из-за которых отрисовка страницы приостановлена до завершения их загрузки. Ну, для девелоперов очень полезная штука. Добавление нескольких новых API в режиме Origin Trails. Ну, в смысле, они не всем доступны, надо нас включать. Добавление декларативного API Pendant Beacon для управления отправкой на сервер данных, не требующих ответа, то бишь beacon. Добавление поддержки интерполяции свойств Grid Templates Columns и Grid Template Rows в CSS Grid для организации плавного перехода между разными состояниями сетки. Добавление возможности настройки горячих клавиш. Улучшение инспектирования памяти объектов приложения CC++, преобразованных в формат WebAssembly. Ну и многие другие. Всего в Chrome 107 устранили 14 уязвимостей. Но уже через три дня Google экстренно выпустила обновление для браузера Chrome из-за уязвимости нулевого дня. Уязвимость получила идентификатор CVE-2022-3723. Вы любите слушать цифры. В ней эксплуатируется уязвимость нулевого дня, связанная с путаницей типов в движке JavaScript Chromium V8. Эту брешь нашли 25 октября исследователи из компании Avast. А Google успела заявить, что ей известно о ее эксплуатации. Однако, технические подробности и уязвимости компании раскроют после обновления браузера большей частью пользователей. Но чтобы не давать прямо инструкцию хакерам, вы понимаете. Это уже третья уязвимость Chrome, связанная с JavaScript Chrome V8. Предыдущие две были исправлены в апреле. Ну, собственно говоря, V8 вообще постепенно становится какой-то хренью, живущей самой в себе. Там, типа, весело, здорово, замечательно. Но остальные производители, как вы видите, сошли с дистанции. Opera давно отказалась от попыток написать собственный движок для JavaScript. Ну и Microsoft в итоге тоже сдалась. Так что, то есть, постепенно у нас остается только два. Непоколебимый Firefox и, в общем-то, Chromium, который захавал весь мир. Постепенно, может быть, вообще, в принципе, Google объявит JavaScript своей собственной вотчиной и начнет собственный стандарт создавать. Почему бы и нет? Хотя нет, это же не к Google относится. Ладно, неважно. Не знаю, что там произойдет, но мне не нравится. Это централизация, монополизация. Было бы хорошо, чтобы это все-таки был открытый стандарт и все было хорошо. Ну, все бы спускали, могли выпустить собственные движки для JavaScript, которые бы нормально работали. Мне кажется, что так правильно. Microsoft представила ПК для разработчиков ARM-приложений для Windows 11. Устройство Windows DevKit 2023 работает на платформе Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 3. Его оснастили памятью в 32 ГБ и твердотельным NVMe накопителем на 512 ГБ. У мини-ПК есть два порта USB Type-C 3.2 Gen 2 сбоку и три USB Type-A 3.2 Gen 2 сзади. А также порт Ethernet и мини-дисплей порт. Ну, в общем, честно говоря, больше, чем портов, чем на многих ноутбуках. Компьютер работает на нейронном процессоре NPU. Он позволит разработчикам задействовать алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения с аппаратным ускорением. Microsoft использует NPU в Windows 11 для работы таких функций, как Voice Focus, алгоритма для удаления фонового шума, который не влияет на работу CPU или GPU. В Windows DevKit 2023 доступен полный инструментарий нативных ARM-приложений для разработчиков. Visual Studio 2022 17.4 предлагает лучшую производительность. Скорость работы .NET 7 для ARM также значительно улучшена. А еще есть предварительные ARM-версии приложения Visual C++ и Windows APK SDK. Устройство также будет иметь доступ к ARM-версиям Microsoft Teams, Office, Edge и к облачному сервису OneDrive. Мини-ПК начали продавать в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США. Напишите, кстати, вам вообще такая штука хотелось бы иметь. По-моему, прикольно. Ну, мощная железяка. Интересно, сколько она стоит. Google Chrome 110 от 7 февраля 2023 года будет последней версией браузера для Windows 7 и 8.1. Цитата. Если вы в настоящее время используете Windows 7 или Windows 8.1, кстати, извращенцы еще те, мы рекомендуем вам перейти на поддерживаемую версию Windows, то бишь 10 или 11, до февраля 2023 года, чтобы продолжали получать последнее обновление безопасности для браузера. И новые функции в Chrome посоветовали в Google. Согласно измерениям StartCounter, почти 11% пользователей настольных ПК все еще работают на Windows 7, а их доля продолжает снижаться не так быстро после выхода Windows 10 и Windows 11. Причем доля Windows 11 пока составляет примерно 13%. Это я. И растет не особо быстро. Доля пользователей с Windows 10 в настоящее время составляет почти 72%. Ну, честно говоря, учитывая то, что Windows 10 от Windows 7 по функциональности, ну, нельзя сказать, что прям уж так сильно отличается, то есть прям вообще там какой-то космический разрыв, а уж между Windows 10 и Windows 11 отличия можно заметить, ну, только, честно говоря, графические, то неудивительно, что пользователи не так уж сильно спешат переходить на новую операционку. Типа, ну и че? Ну, типа, зачем? Что такого большого изменится? Ну, вот, собственно говоря, но вы же понимаете, что это создает большое количество проблем производителям разного софта, который будет на всем это крутиться. Нужно поддерживать и одну, и другую, и третью. Спасибо хоть от поддержки Windows 95 и всяких Windows Mi отказались, потому что, ну, блин, там, конечно, это все совсем давно и давнее. Ну, Windows 7, да, постепенно сходится использование, и это хорошая новость, хватит. Давайте переходите. Знаю, как японцы сейчас страдать будут. Они там любят древний софт, почему-то использовать. Не спрашивайте, как это у них работает, но вот так. Дорогие мои, хотите больше Сергея Немчинского? Подписывайтесь на страничку FoxMinded в Instagram. Мотивации, новости, анонсы и дружеская атмосфера. Люблю вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»